05.11.2024 год вы с Олегом Соскиным Событие главное, конечно, стратегическое Это выборы в Соединенных Штатах Америки И президента страны, и Нижней Палаты полностью И части Сената И я вам сделал видео по этому поводу Что так или иначе, но это стратегический процесс И он будет иметь абсолютно ключевое значение Для мира и в целом, понятно, для разных потоков событий Но и для Украины тоже Ключевое событие, мы помним, что Трамп неоднократно заявлял И Венц про это говорил Что они выступают против продолжения этой бойни И Трамп заявил, что даже если он побеждает Он даже до инаугурации остановит данную войну Поэтому, как бы, такой процесс очень важен А может быть, поэтому заявил, как бы, позицию поменял Модифицировал, скажем так, свою Ермак, он говорил, что Украина готова к переговорам Если, типа, московиты отойдут на границе до 22 февраля Боже мой, до 24 февраля 2022 года А потом он заявил, что нет, Украина будет бороться Чтобы выйти на границе 91 года Ну, это такое дело Как говорится, нашему птелять ядовов казисты Свежо предание довериться с трудом Правда, сегодня Путин тоже заявил, что Российская Федерация Никогда не отказывалась от переговоров И что был парафирован документ общий Вот, на апрель 2022 года Который Зеленский отказался дальше продвигать И обсуждать и подписывать В Верховном Совете его принимать И это является абсолютным фактом И этот договор есть В отличие от всяких там придумываний Что были еще какие-то там проекты Россия давала и прочее Много чего давалось Есть парафированный договор Вот вы его и опубликуете в полном объеме И все официально И не надо никаких домыслов И будем его обсуждать И говорить будем про него А вот эти все экивоки и кривотолки Это в лучших традициях Вот этих всяких интриг Этих постановочных разных Драматургических изысканий Зеленского и его группы Вот это мы знаем Поэтому просто надо Как говорится Воловую в деваш меч Помните, да? Такое выражение было Никак актер не мог запомнить его Поэтому вышел и немножко перефразировал эту фразу Поэтому дайте договор Опубликуйте его Арахамия про него говорил В принципе его публиковали Опубликуйте официально И будем тогда говорить Конкретно уже Какой был договор Когда был парафирован Как И его текст И не надо будет ничего придумывать И публиковать Какие-то непонятно Какие другие Изыскания Далее То есть Как бы и Путин И украинская сторона Словами этого Ермака Устами Они как бы начали Вот какие-то такие Движения В этом направлении Украине конечно Сто процентов Надо начинать Вести переговоры Украина не выдерживает Опять захвачен Населенный пункт То есть идет по сути Окружение Курахова Может быть котел Если не дай бог Будет котел Это еще раз говорю Это будут последние дни Зеленского режима И Сирского конечно тоже Уже их никто не спасет Там большая группировка В Курахово Поэтому если ее возьмут В плен Более того Постоянно идет информация Что в плену находятся Тысячи украинцев Возникает вопрос Если их там тысячи То сколько Власть это все скрывает Наглым образом Сколько пропало без вести Помните цифра называлась Там 55 тысяч Сколько сейчас уже 100 тысяч пропало без вести Сколько То есть мы видим вранье Сколько погибших Вот давали цифру Недавно Там Под 60 тысяч Погибших только У московитов В два раза больше Погибших То есть вот эта информация Которая идет каждый день Особенно когда Зныщено Зныщено Но это же не соответствует Действительности 1300 1400 Что же вы Ну кого вы Кого вы в наше время В 21 веке Даже если СБУ будет Ходить по квартирам И всех арестовывать Как гестапо Или чека Малют Кто мог подумать Что в богат И малют Будут такие Такой из СБУ Сделают Такой карательный орган При Зеленском Да Что при актере Шоумэне С СБУ Сделают такой Карательный орган Который будет Арестовывать людей Которые Говорят правду За инакомыслие Будут арестовывать Но это в лучших традициях Гестапо И ЧК НКВД Ну все равно Будет это Злодеяние Расследоваться Потому что Ну малюк Может не понимает Но поклад же Это же разумный человек Он такой Как бы очень В этом плане Митикованный А он же понимает Что Да есть же статья Конституции Ребята Там написано Что не Не можно Выконовать Злочинные наказы Которые вам даются Вам даются Злочинные наказы Антиконституционные И вы Вы выполняете Вы за это будете Нести Ответственность В полном объеме Почему такие смешные Неужели думаете Что Ермак Зеленский Вас с собой Вертолет возьмут Что ли Будете сами Ж бежать Вам спасаться Ж придется Главное Не спрячетесь Арестовали Там пишут Юриста Этого Который Делал Консультации Для Людей С точки Зрения Как себя Защитить От этих Захватов И похищения То есть Это Ну это вообще Беспрецедентно Это просто Это Тот закон Он недействительный Про эту Мобилизацию Он противорит В Конституции Прямым текстом Оно написано Что законы Не могут Суживать Статьи Конституции Они Прямого Действия Военное Положение Антиконституционно Ну Настолько Как бы Какая-то Вот такая Как бы Детское Детское Понимание Ситуации И абсолютно Такое Чисто Салдафонское Выполнение Злочинных Наказов Ну почему В 21 веке Так нельзя Делать Так абсолютно Нельзя делать Ну что Сделаешь Люди Решили Себя Положить На Это Самое Аутодофе Себе Сделать Ну что Ты Хоть Ничего Не поможет Никого Не слушают Никого Зеленского Друга Ермака Слушают Может еще Этого Охотника За чеченскими Черепами Ну тот Тоже Быстро Исчезнет Он такой Парень Что Его Только Раз И все И он Испарится А вы Ж не Испаритесь Тем более Он в офисе Сидит А вы Выполняете Эти Злочинные Наказы Это Ваша Воля Удивительно Ну вот Поэтому Мы Что Должны Еще С вами Сказать Что Очень важно Как бы Как украинцы К этому всему Относятся В этой Ситуации То что Складывается По сути То есть Сегодня Событие Тяжелейшее Опять Произошло Это Запорожье Федоров Не называет Этот Объект Говорят Запорожский Какой-то Объект Инфраструктуры Ну и там Очень много Погибших И очень Много Раненых Называется Пострадавшие Слышите Естественно Что это Опять Трагедия Естественно Что Это Показывает Что Не могут Защитить Города Не Способен Зеленский Сирский Вот это Воздушное Командование Они Они Не в Состоянии Это Сделать Поэтому Опять Запорожье Опять Это Линия С Пенсильвании Опять Это Поездка Федорова Туда Прямо Еще В день Выборов Американских И Пенсильвания Штат Он Очень Важен В этом Плане Как Какое-то Своеобразное Какое-то Жертвоприношение Произошло В Запорожье В чьих-то Интересах Интересно Их Ну не Трампы Конечно Но те Кто Это Делают Они Просто Достаточно Глупые Оно Это Ничего Не Поможет Вот В чем Фокус То есть Интересно Там Заявил Директор Одной Там Дистанционной Школы Что Уходит Очень Много Возят Родители Детей Своих За рубеж Разного Возраста В разных Этих И мальчиков И девочек И Этот Процесс Становится Просто Уже Таким Лавинообразным Поэтому Как бы Я думаю Сейчас он Еще Будет Набирать Особенно После Вот этих Тяжелейших Ударов И Совершенно Каких-то Невменяемых Заявлений Некоторых Фигур О том Что Надо И женщин Направлять И Делать Их Это Мобилизовывать И надо Школьников Мобилизовывать Их Учить Как Надо Убивать Через Дроны И Надо В 14 Лет В армию Забирать Чтобы им Давать Автоматы Чтобы Они Стреляли То есть Вот эти Все Высказывания Они Доводят Людей Убилизовывать 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 А только Одно Он Он Должен Выезжать Поэтому Ну Те Которые Это Делают Это Умные Люди Когда Говорят Что Там Нет Денег Кто Говорит Что Она Там Возвращается Кто Это Свободная Воля Пожилые Люди Конечно Там Уже Человеку Если Где-то За 60 Лет То Ну Как Б Возвращается Там Понимает Хотя Тоже Разные Есть Варианты Есть Молодые Которые Как Старики А есть Зрелые Люди Которым За 60 Он Фору Даст Еще И Молодым Поэтому Я считаю Что Если Человек Как Жизнеспособен Если У него Активная Позиция Если Он Нормально Себя Чувствует С точки Зрения Своего Физического Морального Социально Духовного Здоровья То В руине В кладбище В яме В Некрозном Каком-то Мешке Пузыре Нет смысла Сидеть По-любому Ваш Выход С этого Пузыря Он Вам Создает Ну Новые Возможности Новые Варианты Он Пробуждает Вас К действиям К жизни К обновлению А Жизнь Среди Руины Ну Я не Слышал И не Видел Таких Чтоб Она Куда-то Хорошему Пробуждала Поэтому Я полагаю Вот эти Все Наезды Там Брать Деньги Налоги Надо платить Эти штрафы За дрова Там То есть Видишь Все Надо штрафы 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 Поднимать Цены Будут Все Везде То есть Человека Везде Преследуют За какие-то Повестки Электронные За все Ну И человек Думает Ну Ради Бога Так Вы Сами Тут И Разбирайтесь Тогда Раз Вы Такие умные И Естественно Будут Уходить Поголовно Будут Уходить 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 Вопрос С точки Зрения И многие Уже Говорят Вот сейчас Информация Что Абсолютно Глупо И не Оправдывает Себя Вот это Вот Насильственная Мобилизация И закрытие Границ Конечно Это безумие Прежде всего Надо конечно Границы Открыть Кто хочет Он Выйдет Кто захочет Останется Вот говорят Что там Набралось Уже 500 Заявлений Которые Хотят Служить В этом Польском Легионе В Украинском Легионе Через Польшу Он делается Там Больше 30 стран Люди Дали Эти Свои Заявления Вполне Возможно Что наберется Таких И больше Вот Пока Есть 500 Человек Это конечно Очень мало Это уже Столько Времени И 500 Заявок Есть Ну ничего Может Будет Больше Поэтому Наверное Не только Украинцы Другие Тоже Будут Подавать Заявления То есть Мы с вами Наблюдаем Как бы Разные Потоковые События Которые Происходят Но Однозначно Очень важно Понять И Про это Тоже Говорится Что 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 Где-то Из 30 27 Выезжают Или Не Вернутся И так Далее Это Очень Большая Цифра Практически Я так Полагаю Что Те Кто Уже Выехали Они Точно Уже Не Вернутся Они Уже Те Которые Переживут Этот Конец Этого Года И Войдут В Новый Год Календарный 25 Они Уже Не Вернутся Они Уже Постепенные Дети Их Адаптируются Для Учебы Изучают Язык Родители Изучают Дедушки Бабушки Находят Источники Жизни Для себя Существования Зачем Возвращаться Куда Возвращаться Во что К Зеленскому Возвращаться К Ермаку К Лене Зеленской Папе Захлевочкину Кучми К Пинчуку К Блэк Року К Архметову Возвращаться К Кому Возвращаться Расскажите Мне пожалуйста К Суркисам Может возвращаться Куда Возвращаться Поэтому Процессы Будут Нарастать Сто процентов Нарастать Растут Ограничения Там В университетах Запретили Пользоваться Преподавателем Телеграмом Вот Это ж надо Такое Придумать Университетов Скоро не будут Он уже попали В этот Институт Международных Отношений Журналистики Там И в общежитие В одно место попали В другое Там одно сгорело В Киеве сгорело В Запорожье В Харькове В Херсоне В Днепре Кривом Роге Я думаю Сейчас начнутся удары По университетам Киева Там Днепра Там Ну И что Эти запреты Дадут Я еще удивляюсь Еще преподаватели Сидят На что Они рассчитывают Дипломы Учеба Это Какой смысл Вообще Учиться В Украине В университете Объясните мне Кому Кому это Вот Надо Все Объясните Ну есть же Объективно Зачем Ну понятное дело Что должен преподаватель делать Учить язык Это самое Делать Сертификацию Своего диплома Там Кандидата Там Это И какого-то И все И быстренько Быстренько Определиться Куда И выезжать Там везде нужны Такие люди Особенно В славянских странах Что же вы такие Прямо Наивные Ну Посмотрим Как будут происходить События Но к сожалению Ничего позитивного Нет Особенно Этот удар По Запорожью Плюс Мешок Который Формируется Сейчас Вот в этом Курахово Они показывают Что ни Зеленский Ни Сирский Ни Умеров Ни вообще Никто Ничего сделать Не могут Интересно Когда крысы Побегут Зеленого корабля Очень интересно Я думаю Скоро Узнаем Выборы Результаты Выборов Но Камала Тоже Она не очень Жалует Зеленского Поэтому Денег Даже если Она победит Денег И оружие Все равно Не придет До начала Вообще Этот вопрос Даже подниматься До февраля Месяца Не будет А на декабрь Денег Практически Нет Ноябрь Да я думаю Закроют А на декабрь Денег Нет И зарплату Выплачивать Воякам Не Вот этому Миллиону Который Воюет И прочее Там Полицейским Нет зарплаты И судьям И прокурорам Не будет Зарплаты Так что Вы так Не сильно Надрывайтесь За то что Это И СБУ Не будет Зарплаты Ну там Может по другому Будет Малюк Поклад выплачивает В бюджете нет Он пустой До новых встреч